Здравствуйте, мои дорогие! Вечер добрый! Рад всех видеть! Давайте проверим, как слышно. Напишите, слышно ли, видно, или нажмите пальчик, чтобы я уже увидел, что у нас есть с вами обратная связь. Сегодня у нас всё. Благодарю, увидел всё, что вы показываете. Это, конечно, из области фантастики, но если уже у вас есть вопросы, можете писать. А я начну сегодня о своём иванское чтение говорить. Добрый вечер, Сашлана, очень рад видеть всех. Напишите, пожалуйста, мне ради такого человеческого любопытства, кто у нас откуда сейчас в эфире. Ну, допустим, там, Светлана, Новосибирск, там, или Владимир, Москва. Напишите, мне было очень бы интересно. С вами священник Константин Мальцев, проект Батюшка Лав, Батюшка Любовь. Добрый вечер, Вера! Сегодня мы, как всегда, поговорим о Священном Писании, о Боге, и поотвечаем на ваши вопросы. Яс Асташкова. Очень приятно, Валерий. Ну, давайте начнём. Сегодня мы читали Евангелие от Матфея, в котором Господь Ленинградский, спасибо Господи, который Господь, ну, так вот, для человека, невоцерковлённого или неверующего даже сказать, может сказать, что, почему ваш Господь жестокий такой. Ну, попытаемся объяснить. Значит, Евангельское чтение о том, как одна женщина, у которой болел ребёнок, бежала за Господом и просила, чтобы он исцелил её ребёнка. На что он никак не реагировал, и ученики стали просить её, отпусти её, яков след нам вопьет. То есть кричит, на что Господь говорит, недобро отнимать хлеба у детей и давать псам. Это услышала женщина, то есть поврещи псам, то есть отдавать псам. Конечно, это услышала женщина и говорит, но и псы едят от крупиц, падающих со столов господина своих. Возникает вопрос, неужели Господь отнёсся к ней, как к изгою какому-то, то есть к еврейскому народу. Он избрано отнёсся, а к ней как к изгою. Нет, ни в коем случае. Господь любит каждого человека и даёт каждому то, что ему необходимо. Здесь нужно дальше послушать. И тогда, когда Господь увидел веру её, Он сказал, «О жена, то есть женщина, велика вера твоя будет тебе, как ты хочешь». И исцелилась её черепь, то есть дочь от того часа, то есть в тот же час, ту же самую минуту. Почему Господь стал так говорить? Почему мы слышим такое, на наш слух обывательный, такие как будто жестокие слова? Я вам приведу пример. Обычно, когда мы что-то получаем очень легко и на блюдечке, мы не всегда ценим это. Ну, к примеру, приведём пример, с которым вы, думаю, наверняка согласитесь. Вот мы своим деткам покупаем одежду, гаджет, может быть, там, карманы, деньги какие-то даём. Ну, допустим, деньги даём. И на что они их тратят? Чаще всего чипсы, мипсы, ну, на какую-то ерунду, не оценивая значимости, как они нами заработаны. В то же самое время возьмём, дали мы им заработать эти деньги. Ну, к примеру, огород встали, мы копаем, они собирают картошку, ну, к примеру, да, и вот они за свой труд, мы им дали там 100-200 рублей. То есть, они полдня провели на огороде, под жарою, под солнцем. Естественно, ты смотришь, как они дальше будут расходовать эти деньги. Они в кубышечку, не хотят тратить эти деньги. Почему? Потому что они трудились, и эти небольшие деньги, они заработали своим потом, можно сказать. И они сразу на чипсы не побегут, их тратить. Так и здесь. Если бы Господь ей сразу дал, то она бы не оценила, не ощутила, потому что мы знаем, разные люди по-разному относятся к одним и тем же вещам. Но Господь, испытывая веру, увидел твёрдостью веры, намерение её, желание о исцелении дочери и проявление смирения в её лице. И Господь ей дал, увидев её великую веру, Он подчеркнул её веру, «О, жена, велия, вера твоя!» И даровал то, что она хотела, и исцеление её дочери. Вот такое ивановское чтение мы сегодня вспоминаем в церкви. То есть, Господь иногда испытывает нас, чтобы мы, благоразумно пронеся свой крест, мы могли более ценно принять и ощутить и сохранить в то же самое время нам дарованное. Вот такое буквально кратенько на 9 минут сегодня объяснение иванские чтения, которое сегодня воскресное богослужение, Малую Пасху мы с вами слышали в храме. Так, ну, о, кто-то у нас из батюшек зашёл с проекта. Давайте посмотрим, что вы писали. Добрый вечер, Ленинградский, Костромы. Очень приятно, что у нас со всей Россией. Какой самый страшный грех? Но здесь нужно сказать, что самых больших или самых малых нет. Есть смертные грехи, так называемые, от которых тяжелее всего, труднее всего избавиться, потому что они являются корнем. Поэтому мы на них в первую очередь делаем акцент, потому что один хватается за другой, и нам тяжело порой выйти из этой ситуации. Ну, наверное, тщеславие, превозношение, гордыня, от них уже всё остальное. Ну, вот смотрите, даже если исключить логику, от тщеславия у нас может быть зависть, обида, чревогодие, то есть я сам хочу себя насытить, а все остальные мне безразличны. Насытив своё чрево, допустим, чревогодие в чём заключается? Винопитие, переедание, объедение, тайное едение. И дальше, когда насытилась, что она хочет? Она расслабиться хочет. У мужчин, ну и зачастую у женщин, появляются мысли блудные, похоти, и далее. От этого, от блудодеяния рождается следующий грех, печаль, уныние, печаль, значит, уныние, и дальше, дальше, дальше. То есть грех, один грех, как снежный ком, несущий себя вниз, он больше и больше на себя налепливает снег, и возрастает в таком огромнейшем, в огромнейшую проблему. Можно начать с малого. То есть гордыня, параллель смирения, кротость. Если мы берем, допустим, блуд, безусловно, это покаяние, пост, то есть черевогудие, мы постому смиряем, да, свое тело, похоть, воздержание. Ну, вообще, пост, как таковой, это замечательное время, когда мы можем побороться с тем или иным грехом. Извините за вопросы, на вопросы будут ответы. Сейчас я начинаю пролистывать, и как бы, как вы знаете, изначально, сначала каждый байчук, или вот у нас дьякон есть, сначала мы какую-то тему даем, а потом начинаем отвечать на ваши вопросы, общаться с вами. Как раз вы пока думаете, что задать. Здравствуйте, мир вам, отец Каза. Спасибо вам большое за мамочку. Я сняли с учета, с онкологического диспансера. Слава Богу, я очень рад. Здравствуйте, моя подруга всегда видит Бога в том, что он ей не помогает, а, винит, винит, прошу прощения, что он ей не помогает, у нее все не ладится в жизни. Ну, тут, конечно, очень индивидуальный момент. Знаете, это из области, если у меня нет миллиардов, в этом тоже в кавычках и на Ватбок. Ну, если я палец о палец не ударил, ничего не делаю, то мана с неба на меня не упадет. Второй момент. Почему у нее может не ладиться? Может быть, она живет безбожно? Вот это другой момент. Вот. Часто мы задумываем, говорим, вот то плохо или это плохо. А что ты сделал, чтобы было хорошо? Живем ли мы по-боже? Как часто мы каемся в своих грехах? Как часто мы соединяемся со Господом, причащаясь? Как часто мы молимся? Молимся ли вообще утром и вечером, как нужно и положено? Когда мы начинаем отсевать, то не делаю, то не делаю. А что мы хотим тогда? Мы хотим сугубой помощи и любви от Бога, но для этого сами ничего не сделали. Вы знаете, на эту тему, если хотите, я вам расскажу притчу. Нажмите, пожалуйста, пальчики, потому что у меня текста еще внизу много. Я все вопросы еще не прощу. Все, вижу, благодарю. Вот на эту тему. Значит, один человек постоянно хотел разбогатеть и просил постоянно Господа, Господи, помоги мне, чтобы я разбогател. И вот он пришел к выводу, что я куплю лотерейный билет, ну, Господь, и выиграю в него. И вот он говорит, Господи, я все сделаю, я начну ходить в храм, я буду соблюдать посты, то есть все буду делать, только помоги мне разбогатеть. Ну, хорошо. Господь как бы так вот отвечает ему, что я помогу тебе, раз ты сделаешь свою очередь. И все он стал делать, то, что обещал. Прошло время. И вот приходит момент, когда он говорит, Господи, но я же все сделал. И молился, и постился, и в храме помогал, а я до сих пор не разбогател. На что ему Господь сказал, ты все сделал, но ты только лотерейный билет забыл купить, который ты хотел взять, чтобы выиграть. Ну, если так условно выражаясь. О чем речь идет? Что мы, конечно, должны потрудиться, но и должны проявить благоразумие, чтобы у нас не было какого-то фанатизма. А если по большому взять счету, когда человек верующий, вот я за себя скажу, я на 99,9 человек счастливый. Почему? Потому что даже благодаря вот этому проекту, в который мы с вами общаемся, мне Господь с подобным с многими людьми познакомится, интересными, многогранно развитыми, интеллектуальными, отчего я сам становлюсь богаче. Не то, что самое главное в кармане заведнет. Я понимаю, что без этого тоже никуда. Кушать надо, одеваться, детки есть, семьи. Но когда у тебя есть деньги, но нет счастья, общение с людьми и взаимопонимание, в семье разлад, то и денег никаких не нужно. Ты пустой, отчаянный человек. Поэтому все должно быть соизмеримо с нашим разумом и с нашими силами. Поэтому, Антони, я посоветую вашей подруге начать сначала. Если хотите, пусть напишет мне в личку. Я дам свой номер телефона, и мы с радостью с ней познакомимся и пообщаемся. Здравствуйте, отец Дима. Димочка, я рад видеть тебя, дорогой. Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь. Здравствуйте. Если родители пьют, как можно им помочь? Два момента. Первый момент – это призывать их к лечению, потому что человек состоит не только из души, но и тела, к лечению, медицины, скажем так. И второй момент – это молитва. Если вам конкретно вы хотите помочь, это мы читаем молитвы неупиваемой чаши. Можно подать за ним записочку на молебень о здравии, или же на службу, на проскомедию, чтобы частичку о них вынули. Ну, а частным образом, в любом случае, это молитва иконе Божьей Матери, неупиваемая чаша, которой всем дело не прославилось. Молятся о винопитии, топогуре, наркомане, грамане и тому подобное. Давайте, родные, как мы с вами обычно договорились, если вы услышали мой ответ, вы нажимайте пальчик, чтобы я видел, что вы услышали меня. Мне так проще. Увидел. Все, спасибо. Так, хоть и сняли с учета аналогия, он, опухоль осталась. Но будем искренне надеяться, что Господь все правит. Светлана. Здравствуйте, батюшка. Спасибо за вас в эфир. Вас слава Божию. Сегодня было на храме. Испавец. Плава Богу. Мария. Добрый вечер. Отец Константин. Книги мои подходят. Вы не позвонили. Закрутился Мария. Кстати, мои друзья, дорогие, у нас скоро будет еще одна рубрика. Вы знаете, как я люблю деточек. Ну, кто меня знает. Именно люблю, как ангелочков наших таких. Вот. И для них мы скоро сделаем рубрику для деточек. Именно у нас одна девушка будет. Вот Мария. Она будет читать в прямом эфире. Духовно, нравственно, поучительные рассказы. Поэтому для наших деточек будет вот такое внимание. Знаете, как православный, как раньше же были. Что мы смотрели перед сном? Спокойной ночи, малыши. Вот православный и спокойной ночи, малыши. Если можно так назвать. Вот у нас Машенька потрудится. Во славу Божию. Вот. Созвонимся, Машенька. Машенька, после эфира давай. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Я рад видеть вас. Спасибо, Господи, Валентина. Так. Спасибо за вас, что вы говорите. Так, да, 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 да. Так. Неусыпаемый псалтырь. Это самосильная молитва в монастыре. Монахи молятся день и ночь. Ну, псалтырька, безусловно, очень сильна, если можно так выразиться. Почему? Потому что псалтырь – это сборник псалмов, составленный царем Давидом. И многие псалмы используются как во время богослужения, да, в шестопсалме на вечерней службе, так и частным образом, да, 50-й псалм, 90-й псалм, там, помилуй меня Божий, в живую помощь, или да воскреснет Бог и всяких происков лукавых. То есть, в монастыре там постоянно, как бы, служба совершается. Это замечательно, если в монастыре там записочку заказать, чтобы помолились. Вот. Но самое сильное или не самое сильное, тут очень относительно, я бы сказал, самая сильная молитва, которая от сердца говорится. Вы знаете, я недавно был в спортзале, и вот, когда проходил мимо, там, на ресепшене смотрела девушка одна фильм, фильм ужасов на самом деле, и я, проходя, в один момент остановился. Вот знаете, интересный такой опыт. Значит, там актер играет Лукавого, и перед ним стоит какой-то чиновник и держит деревянный крест. И Лукавый ему говорит, он на меня не действует, если ты не веришь в Бога. И берет этот крест, вырывает у него. Тут подбегает юноша, который держит другой крест, маленький такой, но видно, что с верою, и тот и отходит, потому что тот с верою. Но тут появляется другой человек, скажем так, служитель, или одержимый Лукавым, который дает в челюсть тому, и тот теряет сознание. К чему я это? Что крест, это, безусловно, спасительная жертва Христа ради каждого человека, искупительная жертва. Но, безусловно, Господь всегда в еванской чине часто делал акцент на то, что по вере вашей дастся вам. Поэтому, в первую очередь, молитва должна быть сердечной и разумной. Чтобы она, если она сердечная, то она от сердца. Если она от разума, то она с глубоким пониманием. Но должно работать и то, и другое. Почему? Потому что, если только лишь сердцем, то может включиться эмоция. А эмоция порой враг нам. Если только разумом, то это такое бездушное вычитывание текста, то есть галочка. Поэтому и одно, и другое должны в соработничестве трудиться. Тогда будет эта молитва и действенно, и жива. А самое главное, с верою. Так, Татьяна, если вы меня услышите, нажмите пальчик. Все, вижу. Спасибо, Господь. Благодарю. Так, здравствуйте. Как избавиться от страха? Ну, смотря какой страх, во-первых. Бывает чисто объективный страх. Ну, к примеру, ну, человек, к примеру, астма, да? Или же он на инсулине. И он боится, давайте на инсулине, да? Сахар. И он боится, забыв дома шприц инсулиновый, что сейчас ему станет плохо, и ему нечем будет уколоть себе инсулино-зависимые такие люди есть. То есть, здесь логика в этом, что у тебя нет препарата, который может сохранить тебе жизнь. А есть страхи такие, которые, ну, абсурдны. Ну, к примеру, приснился сон, теперь все, там непокойники приснились, теперь я скоро умру, и тому подобное. То есть, этот страх из области маловерия. Ну, и можно другие привести в пример. Здесь, безусловно, как мы, допустим, читаем в Акафе, слава Богу за все. Человеку не страшно практически ничего, даже сама смерть. Если в сердце у тебя Христос, и там тишина и покой. Поэтому тут мы воспринимаем благоразумно, но мы понимаем, что без воли Божией волоска с нашей головы не упадет. Поэтому тут мы не экспериментируем, босыми ногами по стеклу не ходим, думая, что раз я верю в Бога, значит ничего не произойдет. То есть, опять и включаем голову. Поэтому, как избавиться от страха? Безусловно, это состояние человека. Это его в том числе может расшатанная психика быть. То есть, нужно медикаментозно, допустим, персен, глицин, какие-то по назначению врача может что-то пропить. Чтобы нервная система физически восстановилась. И второй момент, это молитва. Царю Небесный, может быть, своему Небесному покровительному. Оксана, значит, Ксении Петербургской помолиться. Ну, а самое главное, еще раз мы подтверждаем, это исповедь и причастие. Ну, можете, в принципе, в личку написать. Мы с вами еще тет-а-тет пообщаемся. Надеюсь, вы меня услышали. Оксана, Ксения. Если вы услышали, нажмите пальчик, чтобы я понял. Идем дальше. Спасибо. Вижу, что услышали. Вы слышали на Корсун монастырь и записки Алтарникова. Да, да, знаю такой монастырь. Георгий, по-моему, не ошибаюсь. По-моему, Георгий, автор этих стихов. Мы с ним в Москве. Мы по телефону общались, в Москве виделись. Если вдруг ошибся с именем, прости, дорогой. Но стихи замечательные пишет. Записки Алтарника знаю. Я иногда в наш проект выставляю его стихи и их вообще сюжеты. Замечательно. Поддержу. Мне очень нравится. Батюшка мой дедушка не ходит в храм и называет себя святым. Как тут быть? Не знаю, пошутить или не пошутить. Ну, вообще, давайте, ладно, серьезно. Вообще, по большому счету, каждый человек свят. Но в большей или меньшей степени. К святости мы идем каждый день, прилагая усилия, а не галочку делая. Вспомните, во время службы священник берет Агнец в руки и говорит, святая святым. То есть, святая – это тело Христова, а святым, которые стоят за спиной у него. То есть, каждый прихожанин, который стоит за ним. Но если он себя именует святым, значит, должен подтвердить это. Каким образом? Пусть покажет чудеса. Не, ну то, что он чудотворец, может быть, в кавычках, я не сомневаюсь. Вот. А относительно, что святой, как бы в глобальном понимании, естественно, он не сможет этого показать, доказать. Но как быть, вопрос-то с юмором к нему относится, с любовью. Как-никак, все-таки он дедушка. Ну, а то, что он не ходит в храм, ну, всему свое время. Самое главное его не ругать, не обличать, не укорять в этом. А всячески подчеркиваю, что вы его любите. Рано или поздно, может, он скажет, ну, пойдем, внучка, с тобой сходим. Нельзя терять надежду, потому что это последнее. Как только мы смирились и приняли, допустим, и опустили руки, то значит, мы нас победили. А что нам бояться, когда с нами Бог? Яко с нами Бог. Разумите языцы. То есть, слышите все народы, поскольку с нами Бог. Молитесь за него. Прибавление ума, икона Божьей Матери есть такая. Подскажите, я переезжаю в дом, в который недавно умерла хозяйка. Что нужно сделать? Или стоит беспокоиться? Беспокоиться, в принципе, сильно не стоит. Но чтобы, на самом деле, больших беспокоиц не было, вижу ваши пальчики. Спасибо, Господи. Значит, вы услышали ему ответ. Вот, Антония, нужно осветить жилье. Пригласите батюшку с ближайшего храма, где вам удобно, чтобы он осветил жилье. Я думаю, тем паче будет вам спокойнее. Вообще, часто спрашивают, как часто освещать жилье. Ну, как бы тут обязательных требований или норм нету. Я за себя скажу. Я освещаю себе раз в год. Если есть необходимость, чаще. Поэтому раз в год в идеале. Почему? Потому что за год у нас что только не происходит. Мне вообще нравится традиция итальянцев, которые в окно выкидывают все, что не нужно, за год накопилось. И у них дома не захламлено. А за год они еще что-то могут купить и обновить. Вот. Так и в духовном плане. Нужно весь мусор этот выкидывать из дома. Поэтому раз в год в идеале освещать жилье свое. Ну, знаете, вот как по опыту я вам скажу. Приходя в дом, меня спрашивают, а что нужно для того, чтобы осветить? В первую очередь, нужно приготовиться. Каким образом? Если у вас там супруженька есть, значит, мы будем молиться, да, безусловно. Значит, платочек нужно одеть. Из дома всякую вот эту ерунду повыкидывать. Всяких буддистских телепузиков, дракончиков, домовых всяких, там, веники с подковами и тому подобное. Сейчас мне тут кто-то пытается звонить на компьютер. Мне тут пытаются звонить. Вот. Вот. Подготовьте чистоту, которую вы хотите как минимум. Чтобы призвалась священник, милость Божию, на ваш дом. И ангела к ним приставил. Так. Надеюсь, ответить. Если ответил, нажмите «Патюшку Беуи». Все вижу. Спасибо большое. Так, Светлана. Батюшка, во сколько по времени будет эфир для детей? И какого возраста? Ну, это, давайте сразу, вот, по сути, это для вас, в первую очередь, мои дорогие. Поэтому вы можете, в том числе, предложить свое время, как бы для деток было бы удобно, по вашему мнению. Можете сразу в комментариях писать, там, 20.00, там, ну, 20, наверное, там, батюшки же выходят. Надо чуть-чуть пораньше, наверное, или позже, давайте. Ну, опять-таки, ну, чтобы деток не томить. Напишите день, какой бы вам было удобно, к примеру, и время. И мы с вами тогда уже какой-то один или два дня, может быть, даже если у Маши будет получаться, выделим для наших деточек. Давайте посоветуемся. Так. Люди в одежду боятся носить, а в жилище съемное живут, как быть. Люди в одежду боятся носить, не вижу проблем, постирали, водичкой окропились, то есть все, в жилье съемное живут, как быть. Осветить. Есть ли аура на вещах и в нашей жизни? Аура – это понятие из буддизма, у нас такого нету понятия ауры как таковой, ну, не существует такого понятия. И предопределенность, которая в буддизме есть, если ты родился, букашка, букашка и помрешь. Если ты родился грешником, грешником помрешь. Если святым родился, святым помрешь. То есть предопределенность у них есть определенная, и рекорнация. У нас такого нету. Ты родился чистым, твой выбор уже, каким ты помрешь, скажем так. То ли грешником, то ли покаявшимся грешником, то ли святой жизнью человеком. То есть Господь не делает нас роботами, Он нам дает свободу выбора. Вот, и помогает ли святая крещенская вода? Безусловно, стопроцентно, стопроцентно. А еще, если это натощак, сутрица, стопроцентно помогает. Умываться, да, миллион случаев можно рассказать. Очень действенна она. Так, надеюсь, ответил Татьяна. Если вы здесь, нажмите пальчик, чтобы я увидел, что вы меня услышали. Все, спасибо, вижу. Прощает ли Бог все? Ой, ну, тяжелые вопросы, конечно. Так, я же не могу всецело за Бога ответить. Мы, конечно, понимаем, что Господь человеколюбец. Его, конечно, любовь безгранична. Конечно, но есть определенные грехи, которые озвучиваются в Священном Писании. К примеру, да, хула на Духа Святаго не простится, да, блудники и хульники не наследуют Царство Небесное. То есть, есть какие-то критерии, которые озвучили в Священном Писании те, которые не наследуют Царство Небесное. Но в то же самое время грех, то есть достойное покаяние должно быть в грехе. Да, и возьмем, допустим, мы слышим, да, блудники не наследуют Царство Небесное. Но в то же самое время мы вспоминаем Марию Египетскую, которая обрела Царство Небесное. И сегодня мы обращаемся к ней, чтобы она уже своими святыми молитвами спросила помощи к нам. Если кто-то, допустим, более над этим грехом, там, блудные деяния, блудные мысли и тому подобное. Вот, каких-то блудных грехах. Вот, поэтому, то есть, мы видим реальную возможность спасения и в Царство Небесное обрести, но кардинально сугубо жизнь менять должны мы. Вот, поэтому, возможно, наверное, Господь каждый простит, но достойно и должно быть покаянием. Так, дальше поехали. Корсорлово-Волоский монастырь, да. Если ребенок некрещеный, а его по ночам гоняет черти, как быть ему еще, ему же нельзя некрещеному в церковь ходить, чтобы молиться? Нет, если вы говорите, что есть ходить, то вообще не вижу проблем его крестить. Крестят на сороковой день. Если есть крайняя необходимость, там, какая-то ради страха смерти, то можно раньше крестить. Но вообще крестят с сорокового дня. Это такая традиция. Позже можно, но сорока уже. Почему, потому что мамочка физически восстановилась после родов. Может присутствовать на таинстве крещения. Поэтому ребеночка надо крестить, жилье осветить, ребеночку причащаться. Если это, допустим, уже подросток с 7-летнего возраста, то уже и исповедоваться в своих грехах. Я думаю, тогда все нормализуется. Так, добрый вечер, спасибо, спасибо вас, Господи, за ваши советы и наставления. Вас слава, Боже, Светлана, только, Господи, с большой буквы. Так, я хожу везде в платке, а все смеются надо мной. Старухой, что делать, суббота, восемь. А, вы знаете, я на этот момент смотрю очень ровно. Я хожу везде в подрясники, за редким исключением, когда я не в этой одежде. Ну, смотрят на меня, и что? Смотрят порой, как дикие люди. Думаешь, у вас что никогда в стране православия не было? Ну, от того, что они смотрят, мне как? Вы знаете, когда видят детки и кричат, Боженька идет, меня все это перечеркивает, что они кричат и думают. Люди не от большого ума что-то говорят или делают порой. Поэтому меньше реагируйте на это. Женщина в платке – это символ того, что она замужем. Как минимум. А все остальное – это не стоит не обращать внимания. Так, суббота 8 вечера. Хорошо. Так, скажите, если нашли золотую ладанку, что с ней сделать? Сносить в церковь, осветить или что? Ну, несколько вариантов. Я всегда говорю, как бы было хорошо, вы уже выбирайте сами. Во-первых, если есть возможность найти хозяина, ну, или хозяйку, нужно отдать и вернуть. Если нет такой возможности, то надо понимать, что это не ваше. Лучше отдать в храм, пусть повесит на какую-нибудь икону чудотворную. Третий вариант – если уже первый, второй не подходит. Осветите и носите. Вопросов нет. Есть, конечно, еще один. Это продать и пожертвовать деньги нуждающимся. Ну, это тоже на ваше усмотрение. Вот четыре варианта, Ксении, которые можно было бы озвучить. У меня же разница с Москвой 4 часа в данный момент. Первый час ночи. Машенька, я забыл мое сокровище. Ну, получается, пораньше немножко нужно. Может быть, часов в семь перед эфиром батюшкиным. То есть, детки послушали, допустим, наши истории. Может, какая-то будет сказка. Вот. И потом их уложили. И потом, если хотим, сами смотрим эфир. Ну, давайте. Еще пишите варианты свои. Какое время? У меня пока вот по времени 7 вечера. А вы предлагайте свои. Так, мамочка просила спросить. Мы не знаем, Игорь. Он хочет по бабкам делать всякие гадости. Я так понимаю, какой-то Игорь вам делает гадости. Поставьте свечку, оздраю его в храме. И я думаю, Господь сам управит кому что. Суббота в 7. Может быть. Так, как скажете. Ну, вот, можно, в принципе, пока суббота в 7. Как раз выходной день. Как раз перед эфиром. Можно, в принципе, в субботу в 7 попробовать. Пока так. Вот. Но все равно пишите свои варианты. Вот. Я, наверное, сделаю здесь опрос. И еще какие варианты будут вам по душе. Такие и... Ну, опрос надо сделать все равно. В субботу в 7. Видите, уже хоть какой-то у нас конкретный примерно вариант вырисовывается. Так. Светлана. Здравствуйте, бабушка носила крестик, а потом подарила внуку. Можно его носить. Осветить только надо. В храме батюшка, чтобы почитал молитву, покропил святую воду и можно носить. Страшно, в этом ничего нет. Так, ну что, все? Вопросы закончились? А ничего не будет, если ее освещу и буду носить, она же все равно освещена. Да, пожалуйста, батюшка, сколько у вас сейчас времени? У меня сейчас 8.40 по Москве. Вечером, естественно. 8.40. У меня один в один. Это вот у нашей Ксении, плюс 4 часа, она у нас далеко-далеко в Сибири, поэтому она хочет потрудиться для наших деточек, для Бога в первую очередь. Но, видите, у нас такое определенное ограничение времени, поэтому желательно пораньше все это делать. А вы из какого города? Я с Краснодарского края, станица Ленинградская, где я служу. В храме, это Ейская епархия. У нас в четверг, в среду, в среду приезжает патриарх, будет возглавлять все нашное обдение. Будем молиться. Поскольку вы уходите в эфир времени, у нас есть тут расписание, если вы видели, все батюшки, и тут яконы. То есть, конечно, это неделя у всех перенасыщенная, у кого-то там технический сбой был, отец дьякон приболел там с матушкой. Поэтому мы надеемся на ваше понимание, что не всегда получается у нас выйти в эфир. Мы хотим, конечно, но бывают разные обстоятельства. Поэтому мы надеемся на ваше понимание, на ваши святые молитвы, чтобы у нас все получалось. Потому что, по большому счету, мы трудимся для Бога и для вас. Так. Так, ответил. Ты батюшка, я батюшка. У меня плюс два часа, Светлана пишет. Ну, мы будем по Москве. Если в субботу в семь вечера по Москве. Это получается у вас семь, девять часов у вас получается, да? Так. Как раз детские, перед сном, как спокойной ночи малыши. Так. У вас там святых духов в монастыре есть такое. Масло хорошее делает сверхварено. Может быть, Тимошевский, да. Так. Вы мой земляк. Я тоже с Краснодарского края. Горит Кореноск. Да. Там молочку, по-моему, там делают. Еще скажите, можно по воскресеньям стирать? Можно. Вообще, давайте скажем так. О праздниках и о трудах. Вот если вы пошли в храм и потрудились Бога-Богова, то дома трудиться уже не грех и не страшно. Но если вы не пошли в храм и еще и не трудитесь, то это лень. То вдвойне вам будет грех. Вы и к Богу не пошли. То есть в праздник поблагодарили и сорадовались этому празднику. И дома ничего не делайте. Ленитесь. Вот вам поэтому все праздники и высказывания, что нельзя трудиться для того, чтобы мы пришли в храм и по возможности подготовившись, поисповеси и причастились. А стирать можно, конечно. Так. Как не воспитывать ребенка эгоистом? Трудиться давать его. Прошу прощения. Допустим, вы постирали, а вместе с ним идете вешать белье. Допустим, вы кушать приготовили, потом начинаете посуду мыть, он вытирает ее. Если это взрослый ребенок, то он не только вытирает, он сам посуду эту моет. То есть сработничество. Как определить количество любви и заботы? Когда вам на шею не садятся? Если начинаешь садиться на шею, значит вы уже перелюбливаете. То есть должно быть сорезмеримо. Порой и строгость с любовью бывает. У меня есть грехи, попаду я в рай. Крутой спрашивает. Вы можете, конечно, попасть в рай, если будете каяться о своих грехах и справляться в них. А не просто говорить, что они есть. Так, Татьяна Иеремина. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня Малая Пасха. Да, сегодня Малая Пасха. Христос Воскресе. Я была не раз в этом монастыре. Аптека там еще, Таисия Николаевна, не знаю, такую, продает монастырскую продукцию. Может быть. К труду причадите. Это хорошо, да? Так, Ваистос Воскресе. Ну что, мои родные? Тогда на сегодня что все? Если вопросов нет, то сегодня вы немножко такие... Или я вялый, или вы вялый, не знаю. Отпишитесь. Спасибо, Господи. Ваистос Воскресе. Ну, тогда будем завершать эфир. Я постараюсь теперь больше часа не делать, потому что какие-то постоянно, спустя час, у меня, по крайней мере, начинается сбои технические. Поэтому больше часа делать эфир не буду, чтобы потом не расстраиваться лишний раз. Осенняя депрессия. Что такое депрессия? Это печаль, уныние, отчаяние определенное. Чтобы не было депрессии, нужно понимать, что у нас есть руки, ноги, мы дышим. Это бесценный дар Бога. Если с практической стороны, с материальной, скажем так, пьем витаминки, кушаем еще фрукты, яблочки, которые еще у нас есть. Поэтому радуемся жизни и благодарим Бога. Каждую минуту проснулись. Слава тебе, Господи, что я жив или жива, здорово проснулась. Прошел день. Благодарю тебе, Господи, что ты меня так любишь. Столько мне дал в этот день. И людей, и дел, и добрых дел возможно сделать, что я не прожил как животное чисто для себя. И тогда ты понимаешь, что ты каждый день наполняешь любовью, добром. Вот так вот. Спасибо, батюшка, дай Бог вам здоровья. Во славу Божию, Светлана, только Бог, большой буквы, спокойной ночи. А крестик на ночь пять раз нужно целовать. Не имеет значения, сколько раз целовать. Перекрестились, поцеловали их. Кто верен малым, тот верен великому. Ну все, мои родные. Обнимаю вас. Храни Господь, Божьей помощи вам на предстоящую неделю, на предстоящую седмицу. С вами был освященник Константин Мальцев. Проект Батюшка Лав, Батюшка Любовь. Мы говорим о любви Бога. Мы говорим о любви между собой в духовно-нравственном аспекте. Обнимаю вас. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.